Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Я буду читать и давать определенные комментарии. Итак, встречаюсь с парнем 3 месяца, пишите вы. Ну, здесь я бы вот обратил внимание на то, вот особенно в контексте того, что вы пишите, что у вас давно не было парня, да, вы очень долго искали отношения, вот. Как вы встретились и что между вами общего? Между вами и парнем. То есть, что иными словами вас объединяет, вот. Потому что, если объединяющих моментов и объединяющей какой-то истории недостаточно, ну вот, для вас, для вашей пары, то мне кажется, что какие-то моменты, какие-то недопонимания, вот, например, как, допустим, то, что вы описали, ну, как бы, вполне имеет место быть. Вот. И, условно говоря, нет просто энергии, нет просто ресурса для того, чтобы это, ну, пройти, пройти как-то, да. У меня сложилась непростая ситуация с оплатой квартиры. У Лисработи попросил у парня занять денег на пару месяцев. Он сказал, что если одолжит, то мы с ним никуда не поедем, пока я не отдам. Ну, я бы сказал, что важным моментом является то, из какого чувства вы просили у него денег. То есть, ну, словно говоря, чувствовали ли вы себя как-то униженной в этот момент, когда просили у него денег? Если, да, то как именно это вами ощущалось, да, вот, как бы признаетесь ли вы сами себе, что чувствуете себя слабой? Ну, вот, и принимаете ли вы вот это, ну, вот такое свое состояние? То есть, как вы к нему относитесь, костяными словами? Вот. Потому что мужчина, вполне вероятно, мог считать некоторые ваши отношения, а мужчина мог считать некоторые ваши чувства, переживания, если вы чувствуете себя неловко, то, соответственно, это, как бы, ставит человека над вами, и, как следствие, у него появляется соблазн использовать некоторую власть, вот. Не потому что он плохой, не потому что он какой-то вот корыстный или корыстный, как угодно, а потому что это соблазн, и против такого соблазна, ну, достаточно сложно устоять. То есть, человек, он вот по своей природе, как бы, такой, ну, падкий на соблазны, да, вот. Поэтому здесь именно вот важно, из какого чувства вы попросили у человека денег. То есть, ведь вполне вероятно, я сейчас говорю не в том контексте, что вам не надо было просить, вот, а вполне вероятно, что вам не столько и не сколько нужны были деньги, сколько нужна его поддержка, может быть, нужна какая-то его обратная связь, почувствовать, что вы не одна, вот. Потому что, ну, вполне вероятно, я, конечно, не знаю, но вполне вероятно, что и к этой вот ситуации в целом, связаны с вашей квартирой, вы могли бы, как бы, относиться достаточно негативно, скажем так. Вот. То есть, ну, как-то вот это не принимать, да, пытаться спаривать. Мы ездили пару раз отдыхать, он оплачивал, но ездили на моей машине, я покупал еду и плюс мы проводим выходные меня. Он покупает еду, но это все относительно, я не особо смотрю, где он тратит и где я. Угу. Вы не смотрите? Да. Но об этом пишите уже обиду. Обидно. 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 Сделать здесь не в деньгах, как мне кажется. Сделать здесь в ощущении. В ощущении себя ценность. То есть, вот, бывают моменты, когда делаешь что-то для человека и чувствуешь себя ценно. Вот. Или человек не чувствует, что мы ценны для него в этот момент, когда мы что-то делаем. И мне кажется, что в этот момент вы, ну, в какой-то степени сами делаете то, что вам сделать, вероятно, не хочется. Вот. Поступаете так, как поступать не хочется. Вот. И, на мой взгляд, ваше внимание вам стоило бы обратить на этот момент. Момент. Всегда ли, когда я что-то делаю, всегда ли я это делаю, потому что мне хочется. Вот. Всегда ли мне хотелось ехать на моей машине. Всегда ли мне хотелось, там, что-то еще. Понимаете, да? Какая же штука. Вот. Мне кажется, я думаю, вы внимания не уделяете. Возможно. Возможно. Потому что, как раз, это, ну, первый мужчина за долгое время. Вот. Возможно, вы, в принципе, этому не уделяете внимания. К тому, как вы взаимодействуете с человеком. К тому, чем вы взаимодействуете с человеком. Ну, в смысле, из каких чувств и эмоций вы это делаете. Вот. Как вы ему об этом говорите. Как вы, ну, с ним разговариваете про это. Вот. Разговариваете ли вы с ним вообще об этом. Вот. Понимаете? Ну, тут очень важно. Вроде бы, да. Вроде бы, вы не говорите про деньги. И вы абсолютно правы, что вы не смотрите на это. Я вам верю. Но, повторюсь, в данном случае, эээ, вот. Вот. Мирнее. Эээ, тем, кто что для кого сделал. Это следствие. Не, не первая причина. Понимаете? То есть, я об этом говорю не чтобы показать вам, что вы там, меркантильны. А для того, чтобы вы увидели, что это всего лишь эээ форма. Форма и способ эээм, прожить какие-то чувства. Ну, ваши чувства. В данном случае. Дальше. Эээ, недавно возник вопрос о том, что он не дарит мне цветы и вообще никаких сюрпризов. Даже мелочных. Он сказал, что это не важно. А если мне действительно понадобится в помощь, что он тебе поможет. Ну, во-первых, эээ, снова, снова. Эээ, понятно, что, эээ, сюрпризы, кому-то важны, кому-то нет. Понятно, что кто-то может делать сюрпризы, кто-то нет. Эээ, понятно, что у кого-то, эээ, там, творческий подход, эээ, ну, к отношениям. У кого-то нет. Это всё понятно. В людей разные ресурсы. И понятно, что вы, эээ, отдаете себе отчёт, что сюрпризы это не главное. Но, эээ, сам по себе сюрприз и цветы. Это внимание. Это внимание к вам. В первую очередь. И, эээ, если об этом, об этом у вас вошла речь, то дело не в том, что вы меркантильно хотите, чтобы на вас тратили деньги, как вы о себе говорите. Дело в том, что вам хочется внимания. Вот. Но вы об этом человеку не говорите. Точнее, говорите об этом вы ему. В, ээ, вот такой форме. В форме, ээ, по отчеству, что, оооо, там, где, где мои цветы. Ну, ну, вот я утрирую немного. Но не. В форме того, что мне хочется внимания. Вот. Там. Не знаю. Поцелуй меня. К примеру. Вот. Просто попросить. Обнять. Что-то еще сделать. Все, понимаете? Ведь вопрос о сюрпризах, он не просто так встал. Вопрос о сюрпризах ни в коем случае не делает вас плохой. А, вы поймите, пожалуйста. Это, это важный момент. Вот. Это не делает вас плохой. Наоборот. Может быть, вы только сейчас начинаете понимать себя. что, ну, может быть, только сейчас вы начинаете подозревать, что, ну, что у вас есть чувство, что вы, что вы несколько глубже, чем, чем были до этого. Вот. что внимание вам нужно, и забота вам нужна, и, что вы более чувствительны, там, на самом деле, чем, например, там, не знаю, пытались казаться до этого. Понимаете? То есть, это шаг. А в русском какой, какой шаг? Дальше. Сейчас он отказал культурно, но отказал. И вам стало больно. Больно от того, что вам отказали. Я бы сказал, что это более чем нормально, как бы, реагировать с болезнями на то, что вам отказали. Мне кажется, это, ну, вполне естественно. Так реагировать. Вопрос немножечко в другом. Да? Как вы с этим чувством обращаетесь с тем, что вам больно? Вот. А, ну, сказали ли вы, например, человеку об этом? Да? О том, что вам больно. Вот. Ну. А. Донеслили вы до него этот момент, что вам больно, что вам вот, ну, что вы как-то вот болезненно это восприняли, например. Да? Вот. Знаете, какая штука? То есть, мне кажется, мне кажется, что несколько вот вы не обращаете с тем, что вы не обращаете. Да? Да. 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 Дальше. Может показать, что это действительно на финансах это не так. Веру, верю. Просто описываю стать, а она немного не может. Ну вот, мне кажется, что возникает здесь в какой-то степени чувство вины ваше, да, ну конечно, ну довольно характерно, как мне кажется, то есть я бы сказал, что вы сами себя вот блокируете, я бы сказал, что вы сами себя здесь подавляете, вот, я бы так это не сказал, вот. Другой вопрос, замечаете ли вы это и хотите ли это изменить? Вот. Потому что, ну, ключевой момент он в этом, ключевой момент именно в этом. Собственно, ключевой момент в том, да, что дальше делать, а не что делать со своими чувствами, вот ключевой момент какой-то. Ну, на мой взгляд. По крайней мере. Понимаете, да? Надеюсь, что я имею ввиду здесь. Дальше. Так. У меня все перевернулось после его отказа, что именно произошло. Я долго была одна, не могла найти парню. Сейчас Рогов успокоился и вот такое случилось. С чем было связано, что вы долго были одна и долго не могли найти парню? С чем это связано? Ну, вот конкретно, вот, чем это связано было, что вы долго были одна? Вас как-то, ну, не знаю, не получалось отношения выстраивать, или были какие-то проблемы, или что-то еще. То есть, вот, тут же есть какой-то конфликт, тут же есть какая-то проблематика, мне кажется. Так. Вот. И вы об этом ничего не говорите, вот, обратите, пожалуйста, что-то есть, какая-то трудность и проблема у вас существует, вот. Вот. Но вы об этом как-то вот не говорите. Вот. То есть, этого вы, ну, по-видимому, остаетесь избежать сейчас. Вот. Вот. Тут можно задать вопрос, да, почему вы искали парня? Например. Ну, просто вот почему вы искали, искали, вот, что не могла никак найти парня? То есть, что получается, пытались искать, но не нашли. Из какого чувства вы искали парня? Из какого чувства, в каком чувстве вы были одна, когда были одна? Вот. Вот. Если вы долго не могли найти парня, значит, вероятно, у вас были, ну, некоторые отношения ранее, вот, которые, вероятно, закончились у вас, ну, не самым, не самым, таким лучшим способом и вам больно от этого тоже. Понимаете? То есть, эээ, есть момент в том, какие отношения вы видите там. Даже не так. Какими вы видите отношения? Эээ, ну, вот, свои, понимаете? Причем штука. То есть, эээ, если вы видите отношения таким образом, эээ, что, мужчина, эээ, должен помогать вам, эээ, финансовая, да, и не может вам отказать. Не важно почему. Что это ваша позиция. И мне кажется, что эту позицию нужно, ну, как минимум продвигать. Вот. Дело здесь не в том, что вы плохая, меркантильная, там, и так далее, нет. А дело здесь просто в том, что это ваша такая вот позиция, такая ваша ценность. Её надо, в первую очередь, уважительно относиться к этому вам. Если для вас, эээ, ну, грубо говоря, финансовая история важна, да? Ну, допустим. Вот. То, что, просто, эээ, нужно признать, что вы, вы вот, эээ, в, эээ, в такой реальности живёте. Это не плохая, не хорошая реальность, а ваш? Можно разобраться, что в этой реальности вам, вам, эээ, важно. Что в этой реальности, где вам не может отказать парень важно. Например, то, что вы боитесь о социального. Например, то, что вам некомфортно идти с собой. Например, то, что мужчина почему-то думает, что, эээ, ну, эээ, что может вам, вот, эээ, ну, такие вещи вот говорите, да? Ну, по типу того, что ты сама справишься, там, что я тебе откажу, там, что поедем на твоей машине и т.д. Ну, вот. Может быть, вы слишком, эээ, сильно себя ведёте. То есть вы пытаетесь многие вещи, эээ, с пощипным, с пощипным себе, не проявляя свою слабость там, где хотели бы. Вот. Из-за чего мужчина может думать, что, ну, что вы слишком самостоятельно, он вам не, не нужен. А вы это не очень делаете. Например, не знаю, из страха, там, того, что он вас бросит, если вы, там, не знаю, по-другому будете себя вести. Ну, вести, к примеру. Знаете, какая штука? То есть это всё вот такая вот, своего рода, игра. играл, да, это все вот, ну, такая, своего рода манипуляция, вот, именно вот что манипуляция, это все манипуляция, вот. Не в том плане манипуляции, причем, что, там, не знаю, вы хотите добиться чего-то, да, к примеру, а именно манипуляция в том смысле, в том плане, что такими, знаете, вот, ну, полунамеками, как бы это, как бы это все происходит, именно полунамеками. Вот, это очень важный, как мне кажется, момент, на который вам надо обратить свое внимание. Дальше, эм, так, как поступить, чтобы что, для меня это слишком обидно как-то. Ну, давайте, вот, эм, понимаете, обида, это, ммм, горительная чувство, рэкетная чувство, обида. То есть, что такое обида? Это, когда я не говорю о том, что мне больно, а когда я, как бы, закрываюсь, зажимаюсь и жду, что, вот, мой партнер, да, я сейчас придет и, там, грубо говоря, что исправить. Ну, к примеру, к примеру, вот, что исправить. При этом я таким образом становлюсь полностью, полностью практически от него зависим. Вот. Вам больно, вам неприятно, вот, вы чувствуете себя, например, покинутой, например, из-за этого. Вот. И это нормальное чувство. Вот. Нормальное чувство. И об этом важно говорить человеку. Ну, может быть, он и не догадывается о том, какие вы испытываете эмоции. Может быть, он не догадывается, какие вы испытываете чувства из-за этого. Ну, из-за его отказа, я не знаю. Вот. И если вы ему об этом скажете, то, вероятно, это для него станет сюрпризом. Не факт, что он поможет вам, конечно. Не факт, совершенно. Но, по крайней мере, даст некоторую обратную связь, которую вы уже сможете для себя как-то обработать. Вот. А сейчас вы в этом находитесь одна... Один на один находится со своими числами боли. Вот. Со своими числами... Ну, я так думаю, что своим числом... Одиночество опять. Вот. И, конечно, вам... что-то стяжело. То есть... Нет... ничего страшного и плохого в том, что вам обидно. Нет ничего негативного в том, что вы хотите получить от человека поддержку. Вот. Абсолютно ничего плохого в этом нет. Но важно, чтобы вы говорили об этом. чтобы вы исследовали себя, исследовали в том числе реакцию человека. Вот. Понимаете? Вот. Так. Очень важный момент. Как мне кажется. Вот. И на это нужно обратить вам свое внимание. Как мне кажется. Вот. А то, что вы говорите, вот, ну, типа, все понятно с ними, там, и т.д. и т.п. Вот. Ну, честно говоря, честно говоря, мне кажется... Это ведь додумка. Это ведь самая настоящая додумка. Вот. Ну, вы просто додумаете, возможно, какие-то вещи за человека. Вот. Вы просто додумаете какие-то вещи сами. Но в этом одиночестве я боюсь, что продолжите оставаться. Вот. И обиды не решают проблемы. Да. Может быть, вам имеет смысл поработать с ожиданиями. Вот. Потому что, ну, вероятно, они у вас действительно есть. Я имею в виду ожидания. Вот. И ожидания, они, вероятно, у вас не совсем реалистичны. Да. Это правда. Но если у вас эти ожидания есть, например, то дело не в том, что они плохие, эти ожидания. А дело в том, что вы не очень понимаете, что за ними, за ожиданиями скрывается. Вот. То есть, ну, какие чувства за ними есть, вы не очень понимаете. Вероятнее всего. И вот это нужно фиксировать. Вот это нужно увидеть вам, чтобы двигаться дальше. Следующий момент. Почему вы спрашиваете у нас? Стоит ли вам поговорить или все понятно? Ну, то есть, конкретно для вас. В чем проблема? То есть, ну, протварительно в чем для вас? В чем неуверенность? В чем сомнение? Следующий момент. Я не очень понял. Вы пишите, что попросил у парня денег на пару месяцев. Он сказал, что если отложить, мы никуда не поедем, пока не отдам. Но потом он вам отказал. То есть, я не очень понял, как это работает. Если он вам пообещал и отказал, или как? Вот. Я аргументировал как-то. Может, у него тоже какая-то ситуация. Вот. То есть, тут нужны, я бы сказал, наверное, больше деталей. Но на главных моментах, как мне кажется, я ваше внимание обратил. Да. Точно говорят мои коллеги, в том числе, в том числе, Кудрячев и Игорь Леонидович, безусловно, очень важны. По сути, по сути, все стороны важны. Совершенно очевидно, что вам нужна помощь. И я просто надеюсь, что вы подумаете над теми моментами, которые я озвучил и озвучили мои коллеги. И, все-таки, примите решение заняться собой, своей жизнью. Вот. А в контексте отношений с мужчиной, я бы сказал, что это зависит от вашей цели. То есть, как быть, что бы что. Захотите расстаться, поможем пережить расставание. Захотите отношения гармонизировать, поможем гармонизировать отношения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!